Всем привет. Ну вот время и дошло послушать трек. Их было трое, а группа, наверное, эта группа называется Дза-Дзе, да? Ой, Дза-Дзе-Дза-Дзе. Ну давайте послушаем. Ну вот прикинь, братан, все вместе двигались, а после эти черти его кинули, так он еще и кредиты набрал. Да, ну вот тебе и вся дружба. Видимо, про дружбу, да? Их было трое. Город большой, людей много. Кажется, я сам за себя. Ну не знаю, я за тебя и за Макса с головой в дерьмо нырну. Да, я тоже за вас, парни. Даже думать не стану. Ну и за Наташку тоже. Конечно, кто б сомневался. Их было трое, три лучших друга. Знали, что в ответе за друг друга. Все в округе говорили, что они братья. Шутили, что дружбу не сломит и проклятие. Они клялись как-то, что будут вместе до самой смерти. До последней своей песни. И не даром было то, что было и не сказано. Эти три судьбы к несчастью были связаны. Серега, крепкий парень, как камень. Воспитан отцом, что сейчас срок мотает. От отца таким был смелым и отважным. Серега никогда не повторял дважды. Мать больна после инсульта. Потеряв старшего, сердце не выдержит. Следующий потери младшего. Приходилось воровать Сереге, как иначе. Говорил отец, бейся, пацаны не плачут. Макс, скажем так, романтик. Любит свою девушку, бредит ей, как лунатик. И так шестого класса с Наташкой вместе. А родители против, рано для невесты. Макс говорит, все, утрясется. И мы уедем, слышишь? Мы уедем. Наташка все смеется. Но верит, сильно верит. Что дождется? Дима за столом обычно засыпает. Почему? Стихи пишет. Уличный поэт, а Макс его так называет. А он все время твердит. Рэп в часе редышит. Переписывая сотни листов. За ночь лопнутые капилляры. Красный глаз напрочь. Говорит, мечта живет стать. Рэпером России буду писать. Пока есть мысли, пока есть силы. Полдень, вторник. Все привычно. Нас озвонились пацаны. Да, набились, где обычно. Перед уходом мать Сережи. Хрипит, говорит. Сынок, ты сыт? Я поел, мама. Нужно встретиться с парнями. Я пойду, ладно. А то шмет времится. Буду в десять, мам. Не беспокойся. Спи, мать. В тот день не спала. Странно болело в груди. Их было трое. Три лучших друга. Знали, что в ответе за друг друга. Все вокруг говорили, что они братья. Шутили, что дружбу не сломит и проклятия. Не клялись как-то, что будут вместе до самой смерти. До последней своей песни. И не даром было то, что было ими сказано. Эти три судьбы к несчастью были связаны. Макс, как обычно, приходил всех раньше. Потому как постоянно сидел у Наташи. Димон подходил последним. Опаздывал. Не высыпался, не мылся. Мне вот так не очень нравится вот этот вот повествовательный стиль. Я как-то не очень люблю его. Вот такой. А те ребята даже не хотели слышать. Макс все рассказывал про мечту свою. Заберу Наташку, улетим и будем жить в раю. Русский рэп есть, все твердил Дима. Скоро моя правда будет на Ветри, не магазина. Серый говорит, отец скоро выйдет. Слава Богу, две недели еще ждать. Совсем немного матери станет легче. И мне как-то проще. Мне бы, чтобы отец вышел на волю и не больше. Разговоры сбились шутками, дошли до вечера. Небо стало звездами помечено. Сегодня ровно в десять было мною матери обещано. Димону с Максом тоже нечего делать так вечно. Попрощался Макс, повернул к Наташке. Диме по пути с Серегой, они пошли дальше. Ладно пока, поэт. По плечу его похлопал. Серый забежал в подъезд. Димон один домой потопал. В подъезде шумно маты. Запах перегара. Это та компашка, что вчера здесь бухало. Их трое, двоим, без базара, по удару. В третьего вцепился, что есть силы, разбивая харю. Вдруг блеснула лезвие и подвела реакция. Суки ринулись вниз серыми зайцами. Увидев кучку разбежавшуюся в осте стороны. Димон сорвавшись с места, полетел к Сереге вороном. На втором этаже лежал Серега. На глазах оттеки, ледяные щеки, еле дыша. Рукой закрывая рану, шепотом крипя. Брат, как же мама, дыши Серега, сукин сын. Ты сильнее смерти, помнишь, мы клялись. Будем вместе до последней песни. Покатилась лишь последняя слезинка без ответа. Рука ослабла, все, Сереги нету. Их было трое, три лучших друга. Знали, что в ответе за друг друга. Все в округе говорили, что они братья. Шутили, что дружбу не сломит и проклятие. Они клялись как-то, что будут вместе. До самой смерти, до последней своей песни. И не даром было то, что было и не сказано. Эти три судьбы к несчастью были связаны. Сматыкая, спадая, сквозь ночь бежал Дима. Перед глазами взгляд Сереги, смотревшим мимо. Стучай с Наташки, открой, мне Макс нужен. Вышел Макс, пожар что ли? Намного хуже. Дим, что случилось? Братан, что с тобой? Серега. Что Серега? Убили Серегу. Что такое говоришь? Серегу убили. Пошел за пистолетом. Трек называется «Российский боевик». Вот знаете, чем пока он тут ходит? Вот немножко примитивная и избитая тема. Она такая, знаете, просчитана заранее. Условий, их было трое, уже подразумевалось, что что-то произойдет. Ты хоть помнишь, в чем одеты были? Одного помню, в желтой куртке был. Остальных смутно помню. Всех в желтых куртках будут убивать? Давай искать. Ну че, их нет? Нет. Держи. Найдем. Дим, ты че? Макс. Это они. Точно они? Они. Эй, алло! Объяснив все, нас живы в рукавае собрались. Перерыли район, нашли слабо, бить не старались. Кто пырнул Серегу, они мигом сознались. Недолго думая, оком за око разобрались. Они знали, те двое мусорнутся. Домой нельзя вернуться, все равно менты дождутся. Где-то спать надо. И так четыре дня, голодом, холодом. Мы с нуряя скрывались друзья. Макс звонит Наташке, никто не отвечает. Надо ей сказать, что все в порядке, ведь она не знает. Свет горит у ней, значит дома, ну. Я поднимусь наверх, ты подожди внизу. Димон подкурил сигарету, как тут же из окон. Вылетел с полетом, сопровождая осколки. Беги, Димон, беги, засада, засада. И тут же привашился крик ударом в тых приклада. И снова взгляд Сереги с последним криком Макса. И снова ночь, и снова в никуда падаем часа. Он никогда еще не бежал так быстро и долго. Но он никогда еще не бежал так одиноко. Через неделю на кладбище замечен был парень. Много листов со стихами на макеле оставил. Мама Сережи рыдает, читала Димин и строки. Они теперь и навсегда в ее сердце, как гвозди. Нас было трое. Три лучших друга. Знали, что в ответе за друг друга. Все в округе говорили, что мы братья. Шутили, что дружбу не сломит и проклятие. И мы клялись как-то, что будем вместе до самой смерти. До последней своей песни и не даром было то, что было нами сказано. Наши три судьбы к несчастью были связаны. Когда разок, его видели там прошлой весною. Он просидел там весь день, говоря со собою. Затем ушел в горизонт, с тех пор никто не видел. Никто не видел. Да, пацаны, все у нас заебись будет. Да, по-любому! Их было трое. Три лучших друга. Знали, что в ответе за друг друга. Все в округе говорили, что они братья. Шутили, что дружбу не сломит и проклятие. Они клялись как-то, что будут вместе до самой смерти. До последней своей песни и не даром было то, что было. Ими сказано, эти три судьбы к несчастью были связаны. Друзья мои, текст хороший, художественный фильм хороший. Но опять, ясно, что дружба и все такое прочее. Но присутствует такой примитив. В плане того, что ты догадываешься, чем закончится это все. Просто, чтобы погрустить эту песню, возможно, какой вывод сделать из того. Дружба – это важно, но не факт, что так надо было поступить. Хотя не знаю как. Поэтому немножко примитивно. И мне не очень нравится повествовательное. Просто рассказывает, зачем шло и чем дело кончилось. Без всяких взлетов по музыке, без всяких таких рвущих душу музыкальных звуков. Поэтому, в общем-то, четверка твердая за текст, за смысл. И минус за то, что все было предугадано. Продолжение следует...